На констовары и школьную форму теперь будут выдавать деньги. Неоднократно родители по всей стране высказывали недовольство качеством выдаваемой одежды или обязанностью приобрести ее в определенном магазине. В августе этого года Министерство просвещения внесло изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда «Всеобуч». Теперь деньги будут перечисляться на приобретение одежды, констоваров, обуви, школьной формы на счета родителей. При этом сумма должна составлять не менее 37 379 тенге. Но вот вчера мы рабочее совещание с отделом образования провели, остановились на сумме 38 тысяч, чтобы округлить. Родители должны будут предоставить отчет о целевом использовании средств, чеки, квитанции и фотографии. На то, чтобы потратить деньги, им дается 15 дней. Рассказали в Управлении образования и о том, кто может претендовать на получение такого вида помощи. В первоочередном порядке это 3600 детей. Это получатели АСП. Примерно такое же количество детей. Это вторая категория. То есть из семей, где средний душевой одноход населения ниже прожиточного минимума. И 900 с небольшим количеством детей. Это дети сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но четвертая категория, чрезвычайная ситуация, их немного единицы. И большая часть, это 7 тысяч детей, которые по решению коллегиального органа. В нее входят те, кто по факту в помощи нуждается. К примеру, семья оказалась в сложной жизненной ситуации, но не попадает ни в одну из вышеперечисленных категорий. Параллельно работает и еще один вид социальной помощи – благотворительная акция «Дорога в школу». В ее рамках в Кустанайской области подготовиться к новому учебному году помогли уже более чем 2 тысячам детей на сумму более 40 миллионов тенге. Виктор Ваташко, Яна Галла, РТН Виктор Ваташко, Яна Галла, РТН Виктор Ваташко, Яна Галла, РТН Продолжение следует...